Всем привет! Я сегодня клиню. Я сегодня решила убрать ванну. Не знаю, выходить никуда не хочется, там такой мороз сильный, поэтому я решила, сегодня здесь буду. Вот, поэтому сейчас освобождаю душевую кабину, буду мыть сначала её, потом буду мыть баночки из-под шампуня и всякие вот эти вот. А тут, ну, на них отложения небольшие. Вот. И саму кабину, собственно говоря. Привет! Привет! Спустя 2 часа примерно была перемыта вся ванна, вся кабина. Вот, кстати, дело рук моих. Всё чистенько. Вот. Единственное, возникли проблемы с туалетом. Я не знала, как снять сидушку на этом туалете. Ну, уже всё. Сняла. Вот. Папа помог. Спасибо ему большое. Оказывается, она откручивается снизу. Мне казалось, что там какие-то клипсы хитрые, а там, оказывается, никаких клипс нет. Так. Может, конечно, они и есть, но, короче, мы её открутили просто. Вот. Всё. Стиральную машинку перемыла. Здесь весь гарнитур. Всё. Шикарный, кстати, шкаф вот этот вот белый. С него всё стирается просто так, водой. Даже никакие средства не нужны. Супер. Вот. Ну, и положила полотенышки сюда, чтобы всё было здесь удобно. Всё. Теперь пусть всё сохнет. Пусть теперь всё отдыхает. А я пошла что-нибудь тоже отнесу на место. Так. Мася у меня тут раскрашивала картину свою. Вот. Уже, смотрите, сколько у неё получилось. Осталось совсем немного. Я думаю, что скоро раскрасим. Да. Здесь в чашке вода грязная. Старая чашка. Мы решили её использовать. Классно получается. Слушайте. Теперь буду знать, что производитель цветной тоже хороший. Надо будет брать. Но не это я вам хотела сейчас показать. Я вам хотела показать сейчас мои покупочки очередные. Так. Сейчас, 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 сейчас. Да. Я купила себе картину по номерам. Дело в том, что я приехала сюда, и я поняла, что я забыла все картины. Одну картину Dimensions, где были зонтики, я оставила на дачу у Диминых родителей специально, потому что я что-то подумала, что, ну, что я буду туда-сюда возить? Потом опять придётся туда везти. Думаю, у меня здесь, на этой даче, есть другие картины. Я вот лучше начну их. Потом приехала сюда и вспомнила, что я же отсюда всё забрала. И всё увезла, и теперь это всё лежит в Москве. Ну, в общем, лох — это судьба. Поэтому я, да, не выдержала и заказала себе ещё одну картину Dimensions небольшого размера. Это, по-моему, 38 на сколько там? А, вот, 35 на 27,9, на 28. Она мне очень нравится. Она у меня уже давно лежит в отложенных. И, да, это любимая фирма Dimensions. Здесь, конечно, нужно смешивать краски. Но зато это покрывается просто потрясающим качеством. Внутри у Dimensions находится картон. Не холст, а картон. Сейчас открыть надо будет, посмотреть. И картон — это намного более удобная тема, чем холст. Вот так вот выглядит картон. Он тоненький. По нему он намного удобнее рисовать, чем по холсту. Потому что здесь кисточка идёт намного плавнее, намного удобнее. Но, да, конечно, потом эту картину надо будет как-то оформлять в рампу. И так её просто, наверное, не повесишь. Ну, можно, но будет смотреться, мне кажется, не очень. Да, в этом есть минусы. Вот. У них вот такие вот красочки. Поставляются в тубе. Они все соединяются между собой. То есть здесь сколько их там штук? Да, там шесть, по-моему. И вот здесь вторая часть. Можно соединить в одну гирлянду. Можно их открепить все друг от друга. Вот, кстати, для сравнения цветной соединяется намертво. Его только разрезать между собой. Эти баночки. Вот. Эти можно скреплять, можно откреплять. У них, видите, такие винтики там внутри. Вот. Ну, не знаю. Я такое, в принципе, никогда не делала. Иногда бывало, что если у меня там очень много цветов одним нужно закрашивать, то я этот цвет вытаскивала из общей шеренги и сидела с одной баночкой. Да, это было удобно. А потом ставила его в общий такой поезд. Да, но нужно смешивать. По-моему, у них все картины нужно смешивать, насколько я знаю. Так, а это видно обычно. Так, обозначения цифровые и буквенные. Вот цифровые обозначения. Эта краска прям баночка чистая. А буквенное обозначение – это смешивать. Ну, здесь, я думаю, где-то примерно 50 на 50, да? Вот. Ну, в общем, класс. И я не знаю, сяду я, не сяду за нее раскрашивать или нет. Сейчас вышел сериальчик мой опять. Так что, не знаю, посмотрим. Может быть, попозже. Мне единственное, что жалко, это то, что на Вайлберрис мало Dimensions. Его там действительно мало. Но зато, зато по итогу получается очень-очень качественная картина. И краски яркие, и очень объемно все получается. Смотрите хорошо. Да, сейчас вышла 35-я серия «Дочери посла». Ох, как я ее ждала! И что-то посмотрела промо, и, вы знаете, как многие правильно написали, что сценаристам, видимо, стало очень скучно. И они там такое навертели, такое накрутили вообще просто. По крайней мере, из сокращенного содержания серии у меня волосы дыбом на голове просто встали. Вот так вот, а что происходит вообще? Вот. Ну, в общем, хочу посмотреть. Да, и смотреть сериал, одновременно раскрашивать картину, конечно, не получится. Ну и ладно. Это еще не все покупки. У меня кое-что еще там есть. Так, Масянька у меня заказывала, и я ей купила два вот таких вот провода. Она у меня вечно теряет провода. Это USB Type-C для ее телефона. Взяла две штуки. Она или теряет, забывает, куда положила, и потом не может найти, либо еще, бывает, ломается часть, которая к телефону идет. То есть там обламывается провод, потому что она частенько берет вот так вот в руки телефон горизонтально и рукой придавливает провод. Я уже столько раз говорила, от нее действует вообще не раз. Я просто купила ей два провода, потому что я сейчас очень боюсь. Она покушается на провод от iPad'а, от нашего. Если она его сломает, то iPad'а нужно заряжать сильной зарядкой. В общем, это проблемы будут. Так, что тут еще? А, вот, еще что хотела показать, еще не распаковывала. Помните, я вам говорила, что есть... Ой, вы у меня куда-то съезжаете. Что я у родителей обнаружила кофе и ирландский крем. Так вот, есть такая же фирма, только уже молотый. Решила взять попробовать, посмотрим. И еще... Ну ладно, это я потом скажу. Там просто еще одна штука такая. Так. Так, ну и тут кое-какое мною уже проверенное бельишко. Показывать не буду. Вот. Все. Что ты боишься-то? На. Спасибо. Пожалуйста. Все. Разговаривать с кем-то. Да, все, разговаривай, разговаривай. Я хочу просто показать. Да, разговаривай, Масянь. Не, я не разговариваю. А, ты что-то там смотришь. А, понятно, и танцуешь, да? Танцуй. Да, разговаривай. Пока. еще у нас тут возник вопрос хочу вас спросить проконсультироваться кто знает на даче стоит септик все знают об этом да можно ли в этот септик смывать остатки не все конечно но смывать остатки молотого кофе вот его заварили да и вот это вот гуща которая остается можно ли там ее смывать септик что будет не всю то есть основную часть мы вытряхиваем в мусорку а все что остается там обмыть и вылить в раковину да что будет септиком мне кажется что по идее ничего не должно быть вот но мало ли мне точно также например казалось бы что если вдруг менять воду в аквариуме в каком-нибудь да у нас нету но просто если менять воду в аквариуме то тоже ничего не будет как оказалось это не так и есть знакомые которые меняли воду в аквариуме вылили старую воду в септик и потом септик у них засорился они вызывали службу и служба оттуда из септика вытащила 300 килограммов ракушек вот так что да кто бы знал понимаете поэтому я уже решила думаю я лучше узнаю из опыта чьего-нибудь так что да вопрос про кофе актуален напишите в инстаграм правда потому что у меня отключены комментарии youtube мне их не хочет возвращать как-то так вот в а до в 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 Субтитры сделал DimaTorzok